Тил тьмы запрещать героя. Для вас будет освещать Бафик и Трон из студии Астерладдер. Привет, Максим. Доброе утро. Как ты? Готов к сегодняшнему игровому дню? Ты знаешь, ты даже не отвечаешь, и я понимаю, что ты не готов. Это прям несерьезно, Максим, с твоей стороны. Ладно, ну, Максим сейчас, я думаю, подсоберется и резко станет готов. Я думаю, что все в чате тоже готовы. Все ожидали этого матча, и не только этого. Я думаю, что следующий матч зрителей порадует еще больше. Но и этим командам есть что доказывать друг другу. В группе эта сборная Украины проиграла. Маус Спортс. Юашки не устояли. И могли даже на самом деле не выйти из группы, если бы еще немножечко оступились. Так что желание наказать греков присутствует. Ну и, конечно же, подарить зрителям финал СНГ, это было бы здорово. Осталось 10 секунд. Осталось 5 секунд. Максим. Максима все еще нет. Он вроде есть, но его нет. Вот такие дела. Ладно, будем разбираться по драфтам. Давайте смотреть на различия в драфте с той игрой в групповом этапе и с этой игрой уже в полуфинале. Вот это самый, наверное, интересный вопрос. Первый пик взял себе Мак, и Маус Спортс выбрали все-таки сторону Дайер. И Бэйн на первый пик появляется для Юашек. Отмечу, что в той игре Бэйн появился как раз для Маус Спортс. И появился он там вторым пиком на пару с Мираной. Здесь его сразу забирает себе сборная Украины. Что касается банов, то Спирит Брейкера нет в бане. Как это было в той игре. Юашки банили Спирит Брейкера, Бестмастера и Шаду Демона в первой фазе. А их оппонент сборной агрессии банил Энчантрос, Винтер Виверну и Нейчерс Профита. Здесь немножечко изменилось. Привет, Макс. Мне почему-то ты начал говорить и пропал. Ох. Высокие технологии. Мне вот знаешь, что было интересно именно в самом начале, кого заберет, кто заберет именно Бэйна. И вот все-таки Юашки его забирают, потому что три игры они играли с ним в плей-оффе. Также и греки любят очень этого героя по Думирану. Соответственно, вот мне было интересно, кто его все-таки там отожмет первым. Видимо, что это Юашки. В то же время достается на Сталкер Шаду Шаман. Тоже сильные саппорты достаточно для греков. Посмотрим, кого доберут себе Юашки на второй пике. Это Бутрайдер в оффлейн для мага. Вообще греки вот любят вот эту расту, но у греков раста, она немножко отличается от той, которую мы, например, вчера видели у Роджера. Там играл Спартан на расте. Немножко она у него, так сказать, бедненькая была. Можно так вырезиться. Здесь тоже, я полагаю, Спартан будет играть на Шаду Шамане, учитывая, что четверка на Сталкер. По логике вещей будет. Ну, может, конечно, потенциально быть и у флейн на Сталкер, но это мы реже видим все-таки. Я думаю, процентов на 95 все так и будет. Интересно, что немного видоизменились все-таки пики и баны первой фазы. Учитывая, что не стали банить Спирит Брейкера. Вообще, это было достаточно удивительно, что сборная Украины в групповой стадии против греков банила Спирит Брейкера в первой фазе. Это действительно вызвало вопросы определенные. Ну, греки, наверное, меньше поменяли в своем подходе. Они вместо Нейч Профита все-таки забанили Андаинга, который был в той игре в пике. Хоть он не помешал им выиграть, но тем не менее. Нейч Профита почему-то опасаются больше. Может быть, перепутали с антихайпом? Может быть. И банят Юашки Лайфстилера. Как раз-таки против Бэтрайдера, против Мага. Но еще остается, как вариант, можно Кэрри добрать и Вивера какого-то потенциального из Ларка. Ну, больше к Виверу, я склоняюсь, если захотят им играть в рейки. Еще очень часто они любят брать Мирану, как и на Саппорта, так и Коровую. Вот там под Бэйна жду демона. В принципе, тут под Расту можно тоже взять, попробовать в изилинию. Посмотрим. Ну, кстати, Сларк тот же, он неплох против Бэйна в том числе. Поэтому, может быть, и Сларк может появиться в этой игре, как и Вивер. Вивер, все-таки, наверное, чуть более уязвим от Бэйна, если тот его подцепит. Но, с другой стороны, Вивер может собрать Сабеллинген Сферу и инициирование Бэйна можно будет избежать. А 50 секунд дополнительного времени остается у сборной Греции, и они отправляют в бан Свена. Ну, Свен потенциально мог зайти. Ну, просто банят именно Коров, которые конкретно им неприятные. И вот Ёшки убрали Вивера. Соответственно, уже героев конкретно против Бэтрайдера остается все меньше и меньше. Ну, Сларк потенциально можно, но в Компете в Зоте мы его прямо редко встречаем. В последнее время. Ну, если и будут брать, то будут брать попозже, чтобы понимать, насколько для него опасная ситуация, для его появления. Сейчас, я полагаю, мы увидим у Флейнера все-таки. Либо то же самое Мирану. Если захотят играть через нее, то можно сейчас открыться, потому что ее можно и в мид поставить, и вывести линию. А так, да, скорее всего... Ну, можно и Коры, в принципе, добрать, учитывая, что ты видишь, что уже против Бэтрайдера играешь. И подождать, пока Ёашки откроют второго своего саппорта, может быть, Коры, и потом уже добрать Хартлинию. У них сильный роумер сейчас, они не особо, мне кажется, привязаны конкретно к оффлейну и миду. Настолько, по крайней мере, на мой взгляд. Когда у тебя есть Нейсталкер, потенциально он может исправить фактически любую ситуацию и без мастера, забирают оффлейн себе. Греки моментально, не раздумывая, сборная Украины отвечает Сэнд Кингом. Сэнд Кинг четвертой позиции, или Канн залетает на четвертый пик для Греков. Вчера мы видели этого персонажа. Неплохо он себя показывал. Там тоже был Лукан у нас. Если я не ошибаюсь, с Бессмастером вместе. Я сейчас даже перепроверю, чтобы никого не обмануть. Вроде бы да. Я перепроверю. Мне не трудно. Да, там был Бессмастер, Лукан. Да, Мирана с Шеду Демоном саппорты были. Я уже почти проверил. Да, совершенно верно. Но там не было Бессмастера, там был все-таки Омни Найт, поэтому... А, Омник, да. А в Миду кто у них стоял? В Миду у них был Вайпер. Да. Вайпер Мидов, Лейн Омни Найт, Кэрри Лукан и пара саппортов Шеду Демона Мирана. Так что все-таки не стоит обманывать наших зрителей и перепроверять. Ну да, вместо Бессмастера был Омник, но от этого в целом плейстайла и стратегия не меняется. Пожалуй, пожалуй. ЦК появляется у ЮАШа. Осталось 5 секунд. Пока не так много героев, чтобы с ЦК комфортно справляться было. А вот Медуза может ли к грекам залететь на Лас-Пик? Я полагаю, что ее забанят просто, вот и все. Я почему-то более чем уверен, что сборную Украины Медуза такой ситуации не пропустит. Это было бы немного странно. Ну, все может быть. Могут и забыть случайно. В принципе, к грекам Медуза в Мид может зайти. Конечно, конечно. Ничего плохого в этом нет. Против ЦК герой шикарный. Ну, как тебе трипла? Раст, Энесс и Лукан против Бэтрайдера. Мне кажется, там будет Бэтрайдер, и как раз вот к нему на 3-4 пик будет приходить Санкинг в топ. Осталось 5 секунд. Ну, я не знаю, мне кажется, Санкинг вообще в этой игре может стать очень опасным, если в центр доберут тоже активного персонажа, который может и организовывать атаки, и поддержать в плане урона Санкинга. Плюс Бэтрайдер в офлейне. Вообще-то довольно древняя связка. Бэтрайдер плюс Санкинг в сложную линию. Против нее крайне неприятно воевать. Тем более Шедоу Шаман. Герой достаточно уязвимый. Все-таки. Хоть он и с руки может навалять, но в то же время получает он не меньше. Тут именно различия. Шедоу Шаман нападает на тебя или ты на него? Для именно атак Шедоу Шаман очень уязвимый. Ты накидываешь 2-3 стака, он очень медленный, можно залететь, особенно с Санкингом там под 100. Моментально разорвать его. Ну, пожалуй, я думаю, еще раз есть смысл напомнить, что у нас несколько замен произошло у этих команд до турнира. Квалификации не играли... Моу Спортс, если играли квалификации в этом составе, как раз узнали, что Мадара не сможет играть ввиду отсутствия греческого паспорта. Взяли себе Кейсера. А Юашки вынуждены были заменить Кнарта на Бигнума ввиду того, что тот не получил визу в Барселону. Что, опять же, довольно странно, учитывая, что сейчас можно просто по биометрическому паспорту из Украины путешествовать. Ну, я не знаю, какие там подводные камни были. Может быть, просто не успел. Может, какие-то другие проблемы. Ну, и, в общем-то, Бигнум играет вместо него. Но я думаю, что по ходу турнира уже люди привыкли немного к этим изменениям и понимают, что к чему. И правда, Медузу забанили, добирают Тинкера, сборной Украины. Все, как мы предполагали. Чем ответит Моуза? Центральную линию против Тинкера. Тинкера я тут точно не предполагал. Медузу, конечно, да, они забанили, но очень долго думали над этим баном. Вопрос вот конкретно по Тинкеру. То, что... Осталось 5 секунд. Как собираются вот греки вловить? В принципе, они могут на ласпик. Есть бисмастер уже, условно. Он будет давать вижн как раз-таки в эти кусты. Можно добрать мага по типу Зевса или вот хвопы той же самой, которая быстро допрыгивает до него. Да, даже тот же Лекан довольно быстро добирается до Тинкера под своим шейпшифтом. С другой стороны, тут много контроля у Яшек. Они Тинкера могут прикрыть. Это небольшая проблема. Сильный фронтлейн. ЦК, Сент-Кинг. Бутрайдер как инициатор. Бэйн, который может подстраховать, если что. Мне кажется, что неплохо все это смотрится. Ну, не стали брать, например, того же Шторма. Не пытаться как-то контрить этого Тинкера конкретно по мидгейму. Хотят просто поиграть сильно на старте. Хотят продавить. Хороший для этого драфт, достаточно согласись у греков. Мне вообще оба драфта нравятся. Интересно будет посмотреть на исполнение. Так, я, наверное, реконектнусь. А ты у меня периодически пропадаешь. Осталось 10 секунд. Давай. Да, ну, я-то у вас, друзья, не пропадаю никуда. Тут я уверен. Что ж, мы начинаем понемногу. Первую карту. Еще раз повторюсь, это полуфинал. World Electronic Sports Games. Европейский финал в Барселоне. Это сборная Украины. Одна из двух, которые прошли в полуфинал. И это сборная Греции. Они же Маус Спортс. Формат Best of 3. Команда, которая проиграет, не покидает турнир. Она еще сыграет матч за третье место. Да, это именно тот турнир, на котором присутствует матч за третье место. Потому что есть разница в призовом. За третье и за четвертое. Соответственно, команда, которая проиграет в полуфинале, разыграет между собой денежный приз. Немалый. Причем, я уже, на самом деле, давно не видел в Single Elimination матч за третье место. Нечасто это бывает. Да, тут так, на самом деле, и есть. Обычно третье место уже мы не наблюдаем. Но, просто как стали делать? Стали убирать, в принципе, разницу в призовом. И целесообразность такого матча пропала, как таковая. Поэтому, в общем-то, мы и не видим матча третье и четвертое. Да и это странно немного, если честно. Заставлять команды, которые проиграли в шаге от финала, играть потом в мазе третье место в тот же день. Я еще понимаю в следующий день. Но в тот же день это выглядит странновато. Это мягко говоря. Но здесь, когда на кону разница в... Сколько? Сейчас я скажу более точно, чтобы не обмануть никого. За первое там вроде 40, за второе 20. Нет, я смотрю разницу именно третье и четвертое место. 3500 долларов. Ну, так-то нормально. Разница там? Да, да. 3500 долларов разница. Получается, там за четвертое 6, да? Или 6500? Четвертое 6500. За третье десяточка. Соответственно, есть за что поиграть. На несколько ужинов в хорошем ресторане хватит. Команде. Выходит Йошки в смоке и, скорее всего, поймают. Вот, maybe next time. Да, удастся настичь, скорее всего, Мэнти. Спадает с мук. Разворот. И Мэнти поставил апсвард. Понял, что опасность уже близко. Подкопал его Сент-Кинг. Но он видел лишь часть героев. Потому что вард был поставлен таким образом, что обзор как раз в этой части он не давал. Забавно, на самом деле. Если бы он поставил его как-нибудь чуть-чуть правее, попытался, либо что-то в этом духе. Но этот вард на линию ставится по стандарту. Поэтому он здесь даже не видел героев, которые уже пробежали. Да, я думаю, что он и вправду никого не видел. Потому что если бы он заметил, он, скорее всего, свернул бы вниз на реку и побежал бы. Потому что если бы посмотреть обзор, верхнюю часть, да, он не видит. Ну, я вот как раз показал обзор с точки зрения этого варда. И я думаю, мы поняли, что он реально никого там не увидел. Так, забирает вражескую баунти-руну в основном лесу. Здесь две руны достанется сборной Греции. Кстати, одна руна остается бесхозной. Брати внимание, как вард стоит. Интересно. На сложной линии. Вот такой обсервер, который блокирует малый лагерь крипов. Честно говоря, в нынешнем патче я впервые такой вард вижу. Но что меня больше удивляет, тогда то, что это еще и обсервер вард. То есть ты жертвуешь всем обзором, возможным, который этот вард может дать. И ставишь его на блокировку вот такого кимпа. Ну, не знаю, не знаю. Не знаю, насколько это целесообразно. Виднее, наверное, сборной Украины. Будем смотреть, как у мага получится. Просто вот этот большой, его тяжелее намного отпулить. Ну, как бы обязательное условие должен быть, наверное, рейнжевой крип. И как раз-таки против даблы, вот бан этого пола, он не особо порешает. Тут, кстати, идут мага разогревать. Спартан может схватить через сеточку. А Бигнум идет помогать тоже, между прочим. Мага контролирует. Maybe next time. Подтягивается. Есть войду мага о неприятности. Это первая кровь. И она достается, кстати, Кейсеру. Деньги за нее. Это, пардон, не первая, а вторая кровь. Учитывая, что погибал у нас до крипов. Уже исполнитель греков. Кейсера будут быстрые стики и сапог. Вообще приятно подхалвали ему раз-то 85 атаки с руки на первом левеле. Слушай, а в центре Айсберг в одиночку тага убивает. Вот тут привет. Мы вспоминаем, да, игру в групповом этапе. Что делали с Айсбергом. Насколько он должен быть зол. По-моему, 0.5 у него было на 8-й минуте на Драгон Найте. В той игре. Ну, что-то вроде такого было. 0.5 или 0.6. Да, и под конец игры там 1-9, либо 2-9 всю игру набили. Вообще не давали мне какого-то пространства раскачаться. Ну, тут, видимо, он разогрел как-то тага. И я видел, что... Ну, может быть, как раз-таки получил раньше второй. Знаешь, вот именно когда крипа добивал. Получил ракету, быстро вкачал. Я дал прокататься в него и так этого не ожидал. Ну, по-другому я не вижу, как он мог убить его. Подразмял, подразмял, видимо. Может быть, и сам так слегка агрессивно действовал. Заметь, что обе руны забирают Маус Спорт с верхней части карты внизу. Скайларк. Тоже 2 баунти руны забирает. Обалдеть. Ну, обворовывают греки. Все 4 баунти руны достаются им. На второй минуте. Ну, правда, руну иллюзий забирает Мата. На Бенни не то, чтобы это как-то решало сейчас. Скорее бы он хотел баунти получить. Сейчас Бигнум получает второй. На топе Мак тоже покупает сапоп. Может быть, сейчас подождут немножко буквально одного крипа. До третьего ловла Бэтрайдера. И будут нападать. Надо им пытаться в первую очередь напасть на Расту. Но не уверен, что я может хватить демиджем. С подхаулом. В идеале бы, да. Хотелось бы, наверное, дождаться... Вот прямо сейчас. Да, вот оно. Атака на Спарта, на три стака. Поджигает Бэтрайдер. Даже дальше Спартан пытается размансить. Но куда ты будешь мансить под файрфлайем? И можно Maybe Next Time тоже можно забрать. Да, и еще одно оглушение созрело у Сенткинга. Установился стан. И Мак жжет еще и Maybe Next Time. Дабл килл для Андрея Чепенко. При этом есть фласочка, есть кларити. И тем можно не уходить ни с линии. Пытается Спартан догнать, но вряд ли может. Так, с желанием, с огоньком в глазах бежал. Но не тут-то было. Слушай, и Maybe Next Time юзает Соло Смоук. И будет выходить на Бигдума в мид. Хотя до ночи еще 30 секунд. Не уверен, что я получится убить его. Забавно, что он на втором уровне именно Криплинг Фир взял. Не часто мы такое видим. Но, с другой стороны, если так подумать, то, наверное, до ночного времени Хантер Инзе Найт малоэффективная способность. Я бы сказал, вообще неэффективная. Так через 10 секунд ночь начинается. Вот, вот. А третьего уровня еще у него нет. И это минус. И не появится. Так, дает Сайленс по Бигдуму. Ворует Баунти Руну. Ну, контроль Баунти Руну пока на уровне. Правда, маг подходит. Начинает стакать. Срабатывает каустик в финале. И, по-моему, приехал Maybe Next Time. Ну, по крайней мере, маг планирует. Сетка хорошая от Спартана. И так подтянулся. Вот и наказание для мага. Какой же солидный урон наносит Спартан. Убили бы, если бы не было Хауэля. Все-таки ночью Хауэл сейчас плюс 200 дополнительно. И вот сейчас вниз заходит Мата. На Скайларка будет Слип. А Слип есть? Успеет ли нефрит? У нефрита маны-то, кстати, особо нет. Мог бы съесть манго. Но даже при таком раскладе хватило бы только на одну способность. Не, почему? Манго и ПТ на Инту. Но далековато. Подожди. По-моему, все равно не хватало бы. У него было чуть меньше маны, чем сейчас. У него было порядка 60 маны. Я не уверен, что хватало бы. Не, там 150 с манго. Стан 140. Переключаешь на Инту. И при фулл монетах. А, окей, да, 150 с манго. Все верно. Все верно. Да, ты прав. Я думаю, не хочет. Он тоже танго тратит. Манго, точнее, тратит. Купить потом стики из него. Шадоу Шаман. Под смоком перетягивает центральную линию. Здесь Айсберг. Размял слегка тага. Стоит на месте, кстати, Богдан. Как-то немного неосторожно ждал выхода Мата, судя по всему. Но может погибнуть от рук Шадоу Шамана. Три секунды остается до Эзершока. Айсберг отбивается бутылкой. Ставит вард. Спартан, чтобы дать Эзершок. И так прыгает на возвышенность. Добивая. Скрим оф Пейном Айсберга Мата. Пытается спастись. Тут топоры залетают. И три героя его избивают. Четыре-четыре счет становится. Греки сравнивают. Нападают на Кейсера в топе. Пока вся движуха происходит в миду. Это тоже хорошее, может быть, убийство. И, скорее всего, у нас состоится. Четыре стака уже висит на Ликане. И отменен телепорт был. Потому что герой, который улетел, тоже погиб, скорее всего. У тебя Спартан летел. На самом деле, такая сладенькая линия для мага. То есть, одно удовольствие стоять против Лукана, Расты. Против Лукана вообще милишник, который никак тебе ответить не может без эскейпа. Бэтрайдер хорошо зашел. Слушай, а хотят еще в центр, по-моему, выходить. МНТ, по крайней мере. Уже на Айсберга идет. Так. Пошел тоже пробрасывать клинок по Богдану. Иллюзии мешают слегка так. Он получал урон на Бэйн. Получает сеточку от шаду шамана. Как-то опасно действуют греки здесь. Возможно, еще один герой подтянулся бы. До сборной Украины. Ситуация была бы вообще идеальная. Погоня с Динкером продолжается. Шейклс, Спартана и ультимейт от Тага. Тоже подоспел. Айсберг погибает. Правда, в это время убили Кейсера вновь. Маг на пару с Сент-Кингом, который уже прилетел в центр после этого. Ты пару минут назад говорил о том, как Айсберг огнобили в предыдущих играх. Сейчас он будет им пстить. И тут... Как бы не так. Мне кажется, что я начервил слегка. Да, немножко накаркал. Окей. Ну, на самом деле, у Айсбергу тут камбэкать будет не так просто. Все-таки смотри, у выбора рассказ. То есть, он взял себе лазер, взял себе ракетки. Марш даже в один нету. Мариарма нет. Слушай, ну в то же время у него 890 золота. Он может, в принципе, сейчас просто зарашить попытаться Бутсов Тревел. Не тратя деньги ни на что иное. У него уже есть Боттл. У него есть уже 0 талисман. Понятно, что ты хотел бы, наверное, приобрести себе еще и Солринг. До Бутсов Тревел. Но по такой ситуации, когда у тебя уже 1000 золота на руках, можно, по-моему, и Бутсов Тревел пойти. Просто all-in такой попытаться сделать. И просто получать уровни, раскачивая марши машин. Как вариант? На Кейсера в топе давят. Мага, правда, нет в Лассо, но уже почти 400-ка. Слушай, ну сейчас, по-моему, за это будут наказаны ребята из сборной Украины. Есть оглушение пулика, но убийство, конечно, состояться должно. Кейсер пытается его спасти. Кейсер все еще жив. Каустик в финале срабатывает. Еще один удар от Сенкинга. Кейсер. У него есть лечение от танго. Он не умрет. Он не умрет, а два героя погибают. Вышли в спину. Как он там выжил? Три персонажа сборной Греции. Он постоянно был под лечением от танго. Плюс у него были стики, плюс приключения ПТ. Ну, думаю, стоило это того, если бы они, естественно, его забрали. Там, два на один размен. И внизу Скайлар культует в Нефрит. Да, Нефрит. Прилетает Шеду Шамана. Очень своевременно, ну, идеальные тайминги соблюдают. Греки и уничтожают Нефрита. Вот четко Шеду Шаман прилетел и сразу же после Рора выдал Шейклз. Не так это, конечно, сложно, как я это описываю, но тем не менее. Главное, что никто здесь не мешкает. Вот этот дайв в топе, он немного сбивает тайминги. Особенно магу. У него 1000 до даггера, то есть. Бетрейдер это такой герой, вот именно начальной стадии, особенно инициации. Хочет он как можно быстрее, возможно, себе там даггер, драму вынести. И, соответственно, у него тут просто капли, стики. И даггер, может быть, появится в минуте 13-14, если умирать не будет. Я тут, кстати, заметил один баг или фишку, я не знаю, как это назвать. Когда выходили в мид на айсбергом, заслипал мата Найт Сталкера. И он не получил хауль во время слипа. Я вот не знаю, как это комментировать. Я полагаю, что он просто хауль нажал в тот момент, когда герой неуязвим. Вроде как. Не, он вроде как просто в слипе стоял. Тогда не знаю. Ну, может быть и в эту слипу. Тогда не знаю. Я думаю, что только при таком варианте, который я описываю, может такое случиться. И то не факт. Бутрайдеры избивают. По-моему, приплыл маг. И вот то, о чем ты говорил, даггера нет. И в ближайшее время, судя по всему, не предвидится, учитывая вторую смерть подряд от Андрея Чепенко. Внизу хотели выйти на Скайларка, но попытка оказалась неудачной. Сейчас такой выход произошел. Соответственно, Бутрайдер вообще выпадет из игры на ближайшие 5 минут уж точно. Греки использовали точно уже третий смок. Может быть, четвертый, два раза. Они юзали в мид, и сейчас один. То есть, в ближайшие 10 минут уже такие выходы у них не получатся. Вверху атака на Сент-Кинг. Гварды поставлены. Под Сайленсом Бигнум прибывает телепорт от мага. И уже неприятности у самого Найт Сталкера. Он думал, что он охотник, но оказался жертвой. Maybe next time погибает. Но он все-таки ночной охотник. Днем, пожалуй, стоит быть осторожнее. Да, как-то странно напомню. Кстати, вот у Айсберга появились травела. Да, и он именно заражен. Он не покупал промежуточный какой-то суд ринг. Он сразу пошел в травела, как мы предполагали с тобой. А сейчас все практически тут сразу в травела. Так там Клапа на низ прилетела помочь. А внизу Нефрита могут убить. Нефрит попытается разменяться с пистмастером. Но Скайларк выживает. Буквально ударчик нужен был по нему даже от Крипа. Но этот удар не состоялся. И Нефрит отправляется в таверну во второй раз. В этой игре. Мне интересно, Нефрит фишку хотел какую-то замутить? Потому что, может, заметил, он именно атаку отменял первую. Может быть, это случайно вышло. А может быть, он как-то рассчитывал, что Крит вылетит. То есть только для Крита. Да, часто так делают. Мы с тобой уже этот момент, по-моему, подмечали на квалификации на Дота Саммит. То, что пытаются этот Крит застакать. Но вообще, сказать честно, это далеко не всегда нормально работает. Может, иногда лучше лишний удар нанести. И в этой ситуации, наверное, так бы и было. Лучше, я имею в виду, конечно же. Шаду Шаман. 25 секунд до Массер Пентвардс. У него остается Найт Сталкер. Прожал Даркнесс. И идет искать жертву в вражеский основной лес. Сейчас жертвой может стать Бигнум, который на нижней линии решил похалявить. Получить золото с нового до Даггера. Но, по-моему... Ну, и детекшн есть один сент ревард. Главное начать, правильно. Мы упустили фраг центральной линии. Бигнум. Хороший подкоп. Другую сторону от нападчиков. И... По-моему, он приплыл. Да, ультимейт от Бестмастера. Должны еще вышку сносить очень быстро. Слушай, ну в то же время ведь Квапу убили. Поэтому не страшно совершенно для сборной Украины. Они заберут Тир-1 башню в центре. И... Их убийство, оно более качественное, более важное на основном персонажи все-таки. Хотя это как расценивать, да? Ведь Сент-Кингу Даггер оттягивают тем самым. Странно, что они захотели внизу на айсберга пойти. Вот тут прилетел. Могли попробовать. Наверное, просто не ожидали, что он один. Вновь атака на Нефрита. Мата. Подстрахует. Если что, Нефрит подтягивает Мэнти к себе. Там еще параллельно Бутрайдер прыгает на Финопейн. Уже с Даггером Мак. Так стоят Мастер Пентвордс от Спартана. Он пытается контролировать Бигнума. Но урона немножечко не хватает. И все из сборной Украины отходят. Правда и убили лишь одного наисталкера. Да, такая массовая драка. Змейки, марши. Только один герой умирает у греков. А драка ведь шикарная для сборной Украины. Варды-то потрачены. Сейчас никакого пуша со стороны греков не будет. Для них это прекрасно. Сейчас ночное время. Я думаю, греки бы хотели даже уже в это время раскрыть свой пик. Имея Ликана. Я обратил внимание, что Ликан лишь в 2 пока Хаули имеет. Насколько это целесообразно на твой взгляд? Вообще, это классическая раскачка. Обычно только, ну как в прошлом патче, пассивку берут в 4, Хаули в 2 и потом волков дамакшивают. Но, видимо, он волков просто хочет побыстрее в 4. Кстати, тоже волки являются дополнительной разведкой и против того же тинкера в том числе. Почему нет? Да, можно его в кусты, знаешь, изначально куда-нибудь прятать вот этих волков и куда он будет пролетать, чекать. Вообще, ну, тинкеры хорошая разведка. Есть птицы, есть волки, кто еще. Есть, в принципе, Найт Сталкер, который может над деревьями тимоваться. Кстати, Даггер, я не знаю, отмечали у мага или нет. Да, да, только что, вот только что, как раз я говорил об этом во время драки, что уже Даггер у него присутствует, он уже с ним запрыгивал в предыдущей драке. А мне вот еще что интересно. Как тебе, опять же, ты на ЦК, не знаю, часто-не часто играешь, по твоим наблюдениям, все-таки бил через макшенный Хаусболт, а не Реалити Рифт? Я все чаще эти споры наблюдаю между игроками высокого уровня. Кто-то предпочитает все-таки Реалити Рифт замагустить, кто-то предпочитает Хаусболт. Что ты на этот счет думаешь? И в каком случае, какой способности предпочтение стоит отдавать? Ну, сейчас расскажу после драки. Да, давай посмотрим. Тут Хоука отправил спистмастер, правда, в смаке идут, ребята, из сборной Украины. Скайларк уже далековато, он скрывается. И, похоже, никого здесь не найдут. Украинцы. Ну, крики вообще никого не видят на карте. Ну, вот, я показываю греческий обзор, скажем так. У них толкается мид. Знаешь, я посмотрел обзор сборной Украины, там дела не лучше. Обстоят. Я бы даже сказал хуже. Это странно, что греки не хотят уходить. Я имею в виду прорастовый надсталкера. То есть собираются драться и выходить в спину? Ну, как вариант. Вообще, было бы довольно опасно. Будет здесь какой-нибудь вард у сборной Украины. Но варда никакого нет. Очень глубоко. Бутрайдер инициировал на бестмастера. Подкоп у Центкинга. Соберут Скайларка. Ну, все, теперь не будут однозначно здесь драться. Ну, что там? По поводу Хаусболта-то, я лечил рифта. Я все помню. Ну, как по мне, мне больше Крит нравится. То есть, Чаусболт, он все-таки рулетка. Ты имеешь в виду не Крит, а рифт? Да? Нет, именно про Крит. Он же рифт там замаксил, ну, хотя бы в три взял. А Крит леченечку. Нет, он рифт не максил, он максил Хаусболт как раз. Я об этом и спрашиваю. Он изначально максил Хаусболт. В четыре у него был Хаусболт, верно. Я больше склоняюсь к реальти рифт. Просто в целом мне нравится по игре, как там и броня снижается, и КТ меньше, и расстояние большое. То есть, можно пробивать фронтлейнера там всего очень быстро. И, кстати, сейчас его поймают тут внизу Неприта. Вот раньше очень редко можно было такое увидеть, чтобы максили Хаусболт. Сейчас я смотрю уже многие. Да, намного чаще стали это делать. Спартан. Онтератака от Неприта. Спартан немного не подрасчитал. Скорость своей команды, скорость их реакции. Хороший вар стоит, конечно, у греков. Если бы они подоспели под этот Шейклз. Третьего уровня, между прочим. И Хекс не берет себе Шадоу Шаман. Хотя стоит отметить, что Хекс, особенно на раннем уровне, против ЦК, у которого первый уровень у тиммейта, моментально справляется с иллюзией. И тоже интересно, что он не стал его пока прокачивать. Этого коллега знатно подметили. Знаешь, почему сейчас все станты берут? Потому что все-таки подняли немножко. Сейчас на максимальном левеле раньше там была разница 50-200 дэмэджа. А сейчас минимальный урон уже 150, то есть на сотку подняли. И с тем же... Ну, стант так и было, так и осталось. Вот в основном только с дэмэджем связано. То есть там различие тогда между первым и четвертым левелом было относительно небольшое. Ну, может быть, может быть. Ты знаешь, вот вчера мы с тобой смотрели столько бодрых игр. Сейчас не очень-то все и бодренько проходит. Правда, чуть активнее стало играть в сборной Украины. Похоже, Спарта мы подловили. Греки вообще слегка, по-моему, утратили нить игры. Возможно, это ввиду того, что Квиннов Пейн не так хорошо пока раскрывалась, как хотелось бы. Тага все-таки несколько раз убили, хотя старт у него был шикарный. 4-2-4 сейчас у Тага. И фарм он наверстал понемногу. Хотя все равно выступает Тинкеру на полторушку. Мата. Слип по Квиннов Пейн пытается улететь. Сбивает Найс Сталкер. Телепорт. И разбудил Тага, чтобы тот добил Мату. Отличное действие от саппорта. Правда, Мата использовал брейнсап, чуть было не выживающий в этом моменте. Квапа прыгает дальше за Тинкером. Айсберг. Вот дебафом. Скайларк не успевает. Да, террор. Греки приостановились с пушем, потому что у них сейчас проблемы начинаются с Тинкером. Они не могут просто зайти и в тупу убить Тауэр. Мы просто по прямой. Ну, правда, Скайларк делает наоборот. Кстати, может быть, сейчас несет Тауэр, если никто не прилетит. Скайларк видит перемещение Сенткинга в свою сторону. Стоит отходить. Бигнум дает подкоп, не достает до Скайларка. Мак полетел тоже за ним. Лассо нет. Забрасывает флеймбрейк. Очень здорово сыграл Мак. Приостановил Скайларка. Айсберг продолжает спамить ракеты. И Скайларк отправляется в таверну. Прибегают волки. Бигнум идет дальше. И тут здорово контролит также Некрочами. Манны лишает Сенткинга. Мисс Мастер. Мисс Мастер как-то структурально ультанул. Видимо, просто, чтобы пофармить Некров. Что тут уж точно все разбегутся. Ну, вот сейчас, например, вот та ситуация, при которой ты могла подойти на Ашаду Шамане. Нажать на одну из иллюзий Хекс. Она бы пропала сразу. Это второй уровень ультимейта. Ну, не стал и не стал. Дело хозяйское, как говорится. Ну, без Аркана ему Манна Пул не позволяет. Он фрискил. Это тоже правда. Это тоже правда. Сейчас, конечно, берет в единичку. И вот сейчас у него похожая ситуация, как вчера была. То есть тысячи голды. И вот в прошлой игре он пытался сразу Даггер зарашить. Но Аркана на Расе тоже нет. Да и в целом его команде, да, мана бы не помешала дополнительно. Просто он решил попробовать выйти в Даггер. Потом его поубивали пару раз. И было вообще не до этого. По Галде только спустился, закупился в Ордов и, видимо, еще больше расстроился. Айсберг, кстати, начинает с Каи на Тинкере. Maybe next time. Он пытается в одиночку его убить. Но дальше идти опасно. Могут и принять тебя. Если бы не спрятался, вошел по прямой. Думаю, Айсберг бы прыгнул, добил его. Слушай, а у Маты эта шикарная руна выпала внизу. И об этом не знают, между прочим, грехи. Так, прыгает за Айсбергом. Айсберг неосторожно сыграл. МНТ очень битый. Маты добьет его и Бигдум с ультимейтом врывается. Ультимейт также от Бэйна. Все это в Квин оф Бэйн, но так живет. Инкин сфера тагу особо не помогла против контроля. Но, правда, урона у него сейчас нормально. И здоровье позволило выжить против этого Сынкинга и Бэйна. Отличная работа. Драка прямо то, что доктор прописал для греков. Именно этот файт им и нужен был. Я еще тут рассуждал, что они не могут выйти просто бить Тауру, потому что вот Тинкер отлично на ласт пик, и конкретно на этой стадии он не дает запушить соперникам. И у греков сейчас проблема вся в инициации. То есть, вот даже если у тебя есть вижен там в виде птицы на этого Тинкера, как его прыгнуть? Ни у кого нет даггеров, ничего. И Скайларк вот делает грамотный выбор. То есть, после первых некров он берет себе даггер. Хоть как-то можно будет добираться до него. Самый главный вопрос, который стоит задать по этому моменту, это что делал Айсберг. Бигнум немножечко поставляется. Получает Хекс. Так, за ним идет. У тага урона предостаточно. Ультимейт забрасывает. Так, Бигнум страдает так же. Что страйка? Так, немножечко не достается к нему в пейнам. Так вот, я полагаю, что все-таки Айсберг понимал немножечко, да, что за ним идут. Учитывая, как он активно играл против Нейсталкера. Но он рассчитывал на поддержку Бэйна. Правда, они очутились вдвоем, пока Сент-Кинг там кастовал. И Айсберга успели убить за это время. Команда-то греков сразу подбежала. Надо вот Йошкам чуть-чуть поаккуратнее играть. Вот не подставляться никому, ни Айсбергу. Потому что от пуш у них отличный. Просто так к ним зайти, снести что-то будет очень тяжело. А конкретно в поздней игре я пока не вижу, как будут греки справляться там с 4-5 слотовым ЦК. Против Иллюзии есть там, ну, один Хекс, ладно, нужно дать еще. А вот будет у него сейчас Манта, БКБ потом, может быть, Тараска Кераса. Ну и в центре, вновь Айсберга подловили, похоже, он пытается отстреливаться от Кейсера лазером, но так не работает. Бутрайдер пытался увести Queen of Pain, но Спартан подловил его в Шейклз. И тут два убийства на ровном месте вновь для греков. Опять выпад со стороны сборной Украины вызывает вопросы. И вновь позиционирование Тинкера в драке. И Айсберг ставит паузу. Как думаешь, с чем это связано? Может быть, какие-то лаги или сейчас... Возможно, Богдан сказал, давайте там делать что-то, его команда не поддержала. Может быть, просто хотят дух перевести. Такое тоже иногда бывает, потому что ситуация... Ну и правда странная. Два момента вообще не в кассу для сборной Украины. Сейчас же на компетиях турнира есть правило, правильно? Что по поводу паузы, ты можешь там сделать паузу на отметке или минуте? Нет, не обязательно. Это было на Миноре, на Старладере. Но, насколько я знаю, другие турниры такое далеко не всегда... Тут интересно, как тут разрешено или нет? Я думаю, что ты просто забритить особо не можешь. Понимаешь, в чем дело? Ты можешь написать, что у тебя мышка лагает, я не знаю. И просто поговорить о доте. Если бы кто-то это контролировал, то, наверное, да. Но, учитывая, сколько команд играет на этом турнире, сколько внимания нужно каждой из них, вряд ли ты сможешь как-то контролировать даже при желании. Поэтому, я думаю, здесь никто за это наказывать не будет. И ситуация располагает, чтобы взять тактическую паузу, даже обосновав это, например, не знаю, отсутствием там коннектора мышки. Если технические проблемы, и это игра, Саня Шабович, на сцене, то там, ну, обычно прибегает просто админ и по-быстрому пытается все пофиксить. Если пришел админ такой, сказал, в чем у вас проблемы, там, ребята, проблем нет, мы просто обсуждаем. Айсберг скажет в этот момент, слушай, тут у меня интернет не работает, отвернется и будет дальше обсуждать. Нет, ну это, конечно, все, скорее всего, не так. И, может быть, реально что-то там случилось у Богдана. Ну, еще раз говорю, в любом случае, такая пауза сейчас сборной Украины явно нужна. Ситуация, в которую они попали просто так, на ровном месте, она вызывает вопросы. Несколько раз очень неудачно подставились они. Вот эти два момента вырывают игру из-под их контроля. Ну, стоит понимать, что сейчас состав вот этой сборной Украины, то есть номинальная команда вторая, которая заняла второе место на квалификации, здесь фактически все игроки не имеют стабильного состава. Сейчас мы знаем, что Богдан Василенко, он джазбер, был исключен из Team Spirit. Мак остался тоже без команды после того, как покинул эффект. Ну, не Фрит и Мата, это менее именитые пока что игроки, но я думаю, те, кто играет в турниры Тир-2 уровня, либо наблюдают за ними, про Дотокапы и прочее, этих людей знают. Ну и Бигнум, естественно, это древний тоже товарищ Айсберга и Мага. В частности, наверное, Мага больше. Он тоже сейчас без такого сверхстабильного коллектива. И ребятам нужно многое доказывать и себе, и всем остальным пытаться найти себе, наверное, новый дом. Подловили Сент Кинга. Ну, глубоковато пошли. Слушай, Мата сбивает Линкенсферу. Но, кстати, сбил он Линкенсферу Финсгриппом, если что. Ну, а почему далековато? Два кора основных мертвые, он просто греки... Ну да, учитывая, что ловили Та Сент Кинга, то, наверное, это и правда. Не особо-то и опасно было. Просто минус КГ на ровном месте. Ничего не предвещало битые буквально 2 минуты назад. Еще и битые умирают. Прямо вот как one by one, по одному. Я, честно говоря, думаю, что Яшки сейчас сами в шоке. С того, что происходит. Даже я в легком шоке, я думаю, как и многие зрители. Говорит, ребята, все нормально, я фармлю. Зачем вы умираете? Зачем, не знаю, подфидели? Подождите, я сейчас, на мусловном говоря, обманту возьму и приду помогать. Так а самое-то ведь обидное, что и правда у основных героев, что у Тинкера, что у ЦК. Ситуация, да, отличная, все замечательно. Несколько нелепых моментов подряд приводят к тому, что сборная Украины теряет сторону нижнюю. И это уже не шуточки. С таким заделом сейчас греки могут просто переехать в ближайшие минуты оппонента. Но у Яшек даже вот с минус этой стороной, правда, опять, что ли, Тинкер под Айсберг, подловили его. Да уж, ну я думаю, как-то оно полыхнет слегка после таких моментов. Он тут вроде на рандом просто залетел, maybe, next time, встретив и скилла и подловил. Параллельно в центре атаку тоже греки организовали бигнам и убивают, идут за магом. Переключается на мату Некрачи. Маны лишают оппонента. Ну, у Айсберга есть байбэк, так что если прямо сейчас греки соберут вторую сторону сносить, нужно будет покупаться. На самом деле, даже без одной стороны у них все условия, чтобы спокойно отыгрывать, выигрывать эту игру. С БКБ на ЦК или, возможно, там с Тараской сейчас в Монтой под Тинкером могут спокойно разорвать. Переключается после Тир-2 башни в центре на верхнюю сторону. Здесь до сих пор Тир-1 башня стоит. Такое тоже нечасто видишь, но сейчас долго эта башня стоять не будет. И у Спартона после всех этих фальтов с таким перевесом появляются Аркан и Даггер за последние 2-3 игры на его расти. Я, кстати, обращу твое внимание на то, что вторые Некра у Бестмастера, третья Некра у Ликана. Я вообще не представляю, как сейчас воевать с этой командой, учитывая, что под маршами машины даже сам Айсберг может просто погибнуть. Да, первые он уже давно купил, и вот как раз он их не максил, взял Даггер, и сейчас уже добирает третья. А у него деньги уже и на третья фактически есть. Он просто, я так понимаю, байбэк бережет или что? Можно сейчас в Курил видеть, что несет себе Найт Сталкера. После этого, конечно, у Богдана возникнут проблемы. Уже находить его вообще не будет никаких проблем. Подловили Сент Кинга, Скайларк. Здорово. Фигном подставляется. Нефрит, ультимейт нажимает. Но это может быть сейчас и знаком для Греков немного отступить. А после ультимейта ЦК вернуться к пушу? Почему нет? Так вот, еще и Клопа приобрела себе Шивасгард. Очень много обзора против Тинкера имеется. Невероятно много. Это и птичка. Это и Волки. Это и, естественно, Найт Сталкера в ночное время. Сейчас с Аганимом. Раньше был с Хантера и Нзенайт. Это еще и дополнительный обзор Шивы. Ты можешь просто нажать Шиву, например, в моменте, когда Тинкер где-то прилетает. И Шива даст тебе обзор в лесу. Тоже немаловажный момент, о котором часто в Шиве забывают. Я это хотел все еще сказать во время драфта. И помимо Тинкера сложно инициировать и Бэтрайдеру, и Сент Кингу, когда тебя все видят. Угу. Ну и дела. Ну и дела. Слушай, ну вообще, я тебе скажу, ничто не предвещало беды. Вот серьезно, абсолютно. Две драки в центре, нелепые совершенно. И все перевернулось с ног на голову в этой игре. Ситуация была абсолютно равносильная. Вообще ничего не должно было такого случиться, если бы не несколько ошибок от сборной Украины. Но на то они и ошибки в игре. Как только кто-то совершает серьезную ошибку, команда, которая сильная достаточно, она этим моментально пользуется. Уже отпускать оппонента не собирается. И вчера в прошлых играх вот и также отмечал вот у греков такие неприятные герои. Вот этот плейстайл где-то мид-гейм, когда они вот эти собираются в пятером вот эти перемещения, когда они по таймингу отступают, по таймингу нападают. У них это идеально получается. Слушай, они ведь дождутся, скорее всего, Рошана, я полагаю. Судя по тому, что пока они не двигаются в сторону пуша. Да, можно подождать Рошану, Кирасу еще на валке. В принципе, не так далеко до нее. Ну, либо подловят сейчас опять же кого-то и уже зайдут. Есть окошко, в принципе, в 30 секунд. Пока у ЦК нет ульты. Если хотят заходить, нужно прямо сейчас. Главное в него не выйти, в это окошко. Ликана подтягивают. Вот, собственно, и окошко, в которое только что вышел Кейсер. А так можно всю игру было делать. Да. Ну, сейчас грейки сильно прижали Юаши к базе. Против, знаете, сталкера с аганимом и с гемом. И плюс еще и бейсмастер есть. Вижена у них вообще не будет. Даже можно, ну, если попытаешься сделать смолк, атаку, найти этого Несса, это тоже будет очень тяжело. Без вижена ты просто идешь в темноту. Бигну. Обнаружил Скайларка, но тот сразу прожимает даггерные реакции. Ну, в целом, ожидаем Рошана. Аганим появляется у Тинкера. Это приятный бонус для Айсберга. Правда, там крипы уже на базе развлекаются. Пора бы их переостановить. Так, впереди планеты всей. У него уже 21 лл на Клопе. Я вспоминаю предыдущий европейский финал ВЭСГО в Киеве. Мы комментировали как раз в стереоплазе. И там полуфиналы были интереснее, чем финал. Я ни на что не намекаю, но здесь мы можем получить подобную ситуацию вполне. Учитывая, как играют Тим Юкрейн и Антихайп сейчас, и то, что мы видели в исполнении игреков и этой сборной Украины ЮАшки, вполне вероятно, что эти полуфиналы будут зрелищнее, чем финалы матча за третье место. Есть такая вероятность. По крайней мере, Айсберг пытается уйти от Тагга. Вот в целом здесь, да, получается, по силе команды достаточно равные, да. Можно потягаться друг с другом. Антихайп переезжает всех без шансов. А Тим Юкрейн – это такие, знаешь, серьезные оппоненты для антихайпа. Плюс там хороший сторилайн в этом матче. Так что полуфиналы, пожалуй, самое сладкое блюдо ВСГ европейского. Да в любом случае, в финале точно будет одна из СНГ команд. Это факт, это факт. Бигнума убивают, подловили. Вот это неприятно. Сенткинга будет не хватать за магом. Побежал Кейсер. Бросили на него урну, ультимейт от маты. Здесь сучетка также ультимейт маг дает. Кейсера должны добить. Есть урон от нефрита. Мага убивают тоже. Мата страдает, выжимает брейнсап, но получает ультимейт от Тагга и погибает. Спартан получил несколько ударов от вышки, но при этом жив. Живашки смогли разобраться с греками, даже при том, что перевес был 15 тысяч. Вон как они рассыпались от нефрита, от айсберга. Но нефрита сейчас вообще тараска появится. И самое важное, они сейчас гем вывели. Байбэк от Бутрайдера оказался, наверное, не очень-то уже и нужным. Но ты никогда не знаешь, как драка повернется. Поэтому Андрей сразу выкупился. Единственное, вот появился сейчас Рошан, не знают они об этом. Но даже если бы знали, сразу бы пошли, не думаю, что ДПС бы хватило. Сейчас птица бисмастера ставит, знали бы греки об этом, я думаю, от дефили бы. Но сейчас, правда, маг уже. Блин, такая неприятная птица, 350 хб. Так просто, ебать. На, больше нет невидимости, но есть здоровичка. Немало. А вот на 25-м вывале, когда 3 птицы появляются. Считай, сколько тебе. Я не знаю, ты все-таки обычно видишь, что... Я ни разу не видел, что птицы брали, честно, ни разу. Я сколько смотрел игр с бисмастером 25-го? Где, на ВСГ конкретно? Но я на ВСГ. Да, вчера мы игру комментировали. Окей, окей, хорошо. Но там, правда, уже было такое. Я имею в виду другие матчи, там, на минорах, на мажорах. Вот когда первый минор был, я не видел этого таланта. Когда вот сейчас квалификационные матчи шли на разные миноры, мажоры. Тоже обычно не вижу, чтобы брали две птицы дополнительные. Попробуйте меня. Надо посмотреть статистику, даже на тадуафе это, на самом деле, не так-то сложно. Просто посмотреть, что чаще берут. Ну, тоже надо же ситуативно. Например, если у тебя игра там равная, тебе нужно этого тинкера по всей игре выискивать. Почему бы не взять этих птиц, просто по всей карте распределить их. И я думаю, сейчас греки пойдут такой... А, несмотря, они даже по двум сторонам пойдут. Да, они ставят варды на центре. Параллельно некрономиконы забегают на башню вверху. Есть ультимейт-эскаларка по Сент Кингу. Форстаффом помогает ему Бутрайдер. Спамит лазером тинкер весьма неплохо, но Биггнама вновь потеряли под БКБ. Ликан получает ультимейт от Бэйна. Погоня за Бутрайдером продолжается, его убивает. Кейсер на пару с тагом. Мата остается особо без ничего уже. Пытается добить тага, но так прожимает сыр. И он в порядке. У Нефрита урон, конечно, солидный, но сейчас контролировать героев некому особо. Нефрит только если сам никого не подловит. Есть контакт. Спартана убивает таг. Подставляется тоже. И таг погибает. Таг очень неосторожно сыграл в этом моменте. Греки сами себе бедно привозили. А пойдет за ним Богдан дальше. Ну, я не очень понял в этой ситуации тага, но есть как есть. Опять же, так и отбивается сборная Украины. У врага был сыр, а Игис. Причем, греки что снесли? Только Т3 один. Там же стоял Т3, да? До того, как они заходили. Тир-3 башню в центре, да. Разрушили, разрушили. Причем, вардами. Особо без контакта это сделали. То есть, то, что было дальше, то уже их дайв конкретно под Т4 башню. Не подождали у кейзера Кирасу. Возможно, проблема в этом. Когда я еще отмечал минут 10 назад, что ему там до Кираса... Ну, как бы, не то, что немножко, половина остается. И вот только сейчас она у него появляется. Армор нужен против ЦК. Подожди, а кто у нас в итоге гем-то своровал? Или никто не своровал? Вообще был он у мага. Он был у мага, я это прекрасно понимаю. Я вот только... В курьере, наверное, был маг. Наверное, забрал его, да? Да, подобрали. Окей, все, он возвращается в магу. Не сумели своровать гем-греки, хоть и убили мага. Вот этот момент для меня был интересен. Ты знаешь, в целом эту игру вполне можно выиграть. Конечно. Главное, вот, айсбергу на сайт-лайнах не подставиться. Потому что до этого и выходило так, что его забирали, уже от этого оттолкивались греки, шли вперед. Тут самый главный вопрос, как в атаку переходить. Если ты в обороне даже неплох и силен, что делать в атаке? Греки-то на самом деле тоже достаточно сильны. И заметь, что Скайларк, как и в той игре, которую мы с тобой освещали вчера, тоже берет себе рефрешер. Причем он это делает очень рано. Часто рефрешер появляется там четвертым, пятым слотом. Здесь номинально он тоже появился четвертым, конечно. Если медальон считать. Но я думаю, что этого делать особо не стоит. Спартан нажимает на себя. Глимеркейп. И подловил Тинкера. Вот это неприятность. Снова айсбергу. Да, и нужно идти разводить на байбэк. Но делать это аккуратно. Спартан здесь хорошо сыграл, конечно. Чего не скажешь. У Нифрита уже 3000. Сверх дараски. Единственный момент, что Спартан при этой атаке варды потратил. Это, наверное, не очень хорошо. Да ничего страшного. Нужно подходить. Вон у Кейзера до сих пор, Оегис. Просто бить, не бояться. Если на тебя нападут, не знаю, по КБ попробовать прожать. Ну, просто бить, идти в ракер, разводить, чтобы ЦК ульт нажал. Как-то, ну, такой, в полусуицид идти. Учитывая, что нет Яши Глейфа, это должно купиться. Смотри, казарму магов отдали. Остается узнать, будет ли байбэк тратить на защиту казармы. 20 секунд осталось. Я думаю, Айсберг не хочет байбэк отценивать. Похоже на то. Похоже на то. Но казарма, скорее всего, падет. Хотя, как-то, пульты переключаются ненадолго. Да, все, казарма разрушена. Вообще, Яшки тут подфейлили. Надо было не бежать, а нефриту разбивать тележки и волков. И просто задефили бы барах. Да, он восстанавливается, если что. Кто не знает. Кто не знает, да. Ну, видимо, кто-то не знает. Нефрит. Да нет, но на самом деле, ребята, просто, мне кажется, хотели подцепить оппонента. Попытаться навязать драку. Но греки не повелись. Греки отошли. А греки отошли ненадолго. Нажимают смок. В смоке выходят прямиком на базу врагу. Бейнул Хекс. Сетку по Бэтрайдеру. Здорово играет Спарта, но команды немного за ним не успевает. Скайларк подцепил. ЦК, но какое же оглушение от Сункинга. Ультимейту тага в ответ. Но как же наваливает также Айсберг. Спамятые ракеты. И лазер. От мэйбинэкстайма. ЦК проблемы. Он под Сайленсом. Нажимая на манта Стайл спасается. Ну и продолжает спамить Айсберг. Его остановить здесь некому пока что. В принципе, размен более-менее равноценный получился. Но больше зарабатывает, конечно, по золоту здесь сборная Украина. Нашли вот греки опять вот это окошечко. Когда нету ЦК ульты, демэджа вам не хватает, конечно. Сейчас у Айсберга Хекс появится. Можно уже будет держать в дизейвле Лукана. Там до БКБ, до формы. Попуту же самую ловить. Но в то же время у ЦК 5000 золота накопилось. И немного начинает он покупать составляющие. На Кирас. Ну БКБ бы ему тоже не помешало. А я не знаю, помешало бы или не помешало бы КБ. Это вопрос. Может быть и не помешало бы. С другой стороны, тут и... Даже не то, что магия знает. Значит, куча всякого замедления. Угу. С другой стороны, когда у тебя тьма иллюзий, мы видим, что особо ему ничего сделать не могут. Устер Кейсер в Айсберга. От БКБ. А, ну понимает Кейсер, что БКБ понемногу заканчивается. А здесь уже контратаку готовят украинцы. И нужно спасаться. Айсберга он не смог убить в одиночку. БКБ это, кстати, себе обузал хочет взять. Чтобы удержать везде заебли тингера. Возможно, стоит Айсбергу приобрести там кост. Я правда думаю, там, в принципе, если ты кост нажимаешь, там тоже куча всего. И Клопа может ультонуть тебя. И там все остальные четыре героя заткнуть по цену. Надо попытаться Юашкам, может быть, как-то подловить греков на Рошане. Только вот я не знаю, как это сделать, учитывая, что... Ну, у них тоже есть гем. То есть тут такая... Война за Вижен будет. Давай взглянем, да, по поводу вардов. Как раз ты заговорил, посмотрим, кто что видит. Ну, наверное, чуть-чуть комфортнее Вижен у греков. Ну и два неплохих варда стоят у сборной Украины в целом. Один из них уже разбивает. Найт Сталкер с гемом. Против него особо не повардишь. Ну, с макет сейчас выходит. Правда, вардов у них нету. То есть никакой глубокий Вижен они поставить не смогут. Может быть, тага видели на варде? Вот сейчас должны увидеть. Да, так, прыгает, сбивает Мата ему лингенсфера. И ультимейт прописывает. Тага заберут. Так, и до Рошана это сколько? Одна минута? Нет. Нет, нет, нет. Это... Пока непонятно. Может быть, через 12 секунд, но мы узнаем точно через это время как раз. Эм, так. Нефрит. Скайлаком разминулись. Вот, если повезет и Рошан появится сейчас, то... Минута 24. Ну, успеет так появиться. Жалко, выход хороший был, он тут без байбека оказался. Атака это просто, в принципе, килл. Там плюс 1-2 тысячи голды и не более. Вверху Скайларк. Ульт использовал на Бэйна. И Мата погибает. Скайларк нажимает рефрешер. Маны, правда, на второй ультимейт не хватает. И Айсберга теряет. Внизу. Кейсер забирает его, но в размен. На Аквинов Пэйн. А, пардон, на Шадо Шамана, конечно же. Бэтрайдер. Врывается в Бестмастер. Зацепил его ультимейт. Мкейсер еще Бигдума подрезал. Но нефрит. Моментально уничтожает Скайларка. Такой у нас какой-то вновь не очень-то понятный момент. Как он завязался в целом. Ну, греки стали инициатором. Конкретно на нижней линии. А вверху сами украинцы атаковали. Бигдум немного погорячился. Зачем-то байбекнулся. Видимо, думал, что сейчас намечается файл. Ну, это такая же ситуация, как с Магом была. Один в один. Ты вроде как понимаешь, что драка завязалась в двух частях карты. И ты не знаешь, байбекаться или нет. Не выкупишься, например, твоя команда проиграет драку. Все, ты виноват. К тебе вопросы будут. Да, да, да. А ты выкупился, как бы, и драки не состоялось. Ну, извини. Так бывает. Вот, поэтому, наверное, чаще всего лучше сделать байбек. Вот, нужно, как, не знаю, каким-то Нострадамусом быть, чтобы четко просчитать, даже не просчитать, а, наверное, предсказать, предугадать, как оно будет. Потому что всякое бывает, параметров настолько много, что непонятно, нужен байбек тебе или не нужен. Ну, Бигдум решил, что нужен, и сделал. Я бы сейчас на месте айсберга все-таки брал в Гост, потому что у Кейзера уже сейчас будет обузал. И если будет файтов у нее базы, то просто если волка добирается до айсберга, кидает обузал и вместое убивает его. Нужно как-то пытаться себя сейвить. Потому что форстафов на команду нет. В принципе, есть форстафы. Три штуки. Но надо, чтобы тиммейты успели взвязать. А как тебе вариант, например, там с какой-то лингенсферой? Или не очень это выглядит? Не, ну тут я к тому, что если он добрался, он просто бьет тебя в бокобай, а ты ему никак ответить не можешь. У тебя нету ни форса, тебе дагги разбили, и просто тебя заберет он. Ну, тоже верно. Тоже верно. Скан был использован стороной дайер. Что они здорово подсветили. Ну и кейсер бережет выкуп. Смиря всему. Пока не приобретает себе Эбису. Спартан что-то непонятно собирает. Взял себе пункт бустер. Я так понимаю, хотел Аганима, а потом передумал и решил взять Лотос себе. Окей. Вообще, Аганим не так-то и плох, учитывая, что появляется сейчас третий Рошан. У него есть заветный рефрешер. И мы помним, как очень часто Шадоу Шаман получает этот рефрешер, просто в одиночку вардами ломал одну сторону. Очень просто, да. А тут как раз одна сторона и остается. Да. Аганим с Рофрешером неплохо бы смотрелись. Как раз такой булоновый пуш. Вот сейчас вся борьба идет за Вижен на этом Рошане. И пытаются греки по максимуму стянуть вниз там одного-двух героев и потом зайти уже на Рошу. Активизировался так внизу, подталкивает линию. Здесь Айсберг запускает марш и машин. Будет обороняться пока что в одиночку. Потенциально могли бы, наверное, греки атаковать этого Айсберга. Под Смоком. Но это все теория. Это все теория. Внизу, да? Да, да, да. Но это все теория. И не факт, что у них даже есть этот Смок. А учитывая, что мы не видим... Привет, Вальва. Да, ребята. Не забывайте, что мы не видим до сих пор, есть ли Смоки у команды, сколько вардов у них есть и так далее. Вообще, да, это самое логичное решение. Там мы уже год, наверное, говорим об этом на трансляциях, чтобы у Вальвы обратили внимание, но... Видимо, они нас не смотрят весь год. Либо они русский не понимают. Тоже вероятно. Нет, ну у них есть русскоязычные сотрудники. Спартан как раз подловил Айсберга. То, о чем я только что говорил, состоялось. Айсберг страдает. Так, за ним ультимативную прописывает. Есть байбэк у Богдана. Мата. Возможно, его заберут. На 25-м уровне КПА взяла себе Scream of Pain Fear на полторы секунды. И как раз помогло это добить сейчас Мату. Да, тут Нефрит разлетелся. Пытается бить кейсера. Кейсер БКБ и бежать. Мага заберут. Три героя в таверне у сборной Украины. Нефрит отходит. Спартан страдает. Нажимает Глимер. Пока что живет. Айсберг уже выкупился. Попытается добить, наверное, Спартана. Нет, не пошел. Не рискует. И правильно делает. Там мог тебя какой-то Скайларк встретить с рефрешером. Было бы, наверное, неприятно второй раз погибнуть. Крики играют очень умеренно, как команда. Выполнили все на максимум. Развели айсберга на байбэк. Отошли, забрали Рошана. Вот мы все видим. С тичьего полета эту игру так они и исполняют. Да, и тут двойной урон, кстати. Заметь, не берут его на Рошана. Оставляют уже на момент после Рошана. Интересно, где его как раз сейчас использовать, пойдут ли в наступление активное. Так забирает себе его в бутылочку. Рефрешер отдает Спартану. Бутылочку бы я дал Кейзеру, и чтобы он мне ее ДД положил. Но у него было бы там 500 с другим. Ну, так тоже неплохо будет подстреливать. Понятно, что более логичную вещь сказал, но... Нет ульты не Фрита. Как дефить? А, не Фрит без ультимейта. 70 секунд. Еще под коп от Син Кинга пытаются перестановить. Но Хекс получает ЦК. Погоня за ним. Кейзер до конца пойдет. Есть. Манта Стайл, который диспойлер здесь немало. И Спирит Весел, и Сайленс. Но не Фрит все равно погибает от рук Кейсера. Лазер немного не успел выдать нормальный. А Тинкер. Сэн Кинг. Убивается с ультимейта, но это по Спартану. Лишь Спартана убили. Варды, кстати, я тебе скажу, Спартан поставил. Но, по-моему, эти варды не должны добивать в этом моменте. Барак. Правда, остаются все еще здесь греки. Хекс получает таг. Тага нужно убивать. Нефрит. Три секунды до оглушения. Бигнум. Тоже безстанно. Да что же ты будешь делать? Бараки все-таки упали. Это мега-крепы. Теряет Аегис. Ликан. Квапа. Прыгает за бутрайдером. Добивает таг. Мага. Трипл килл. Гуд гейм. Бежит сборная Украины. Все-таки греки здесь дожали. Ну, ультимейта тут явно не хватило. Хаус Найт, возможно, с ним было бы попроще. Ну, невозможно, а точно было бы попроще. Ну, это такой герой, который от ультимейта полностью зависит. Да, ну и первая карта. Без ультимейта это две разные герои. Два разных героя. Ну, греки, видно, знаешь, более командно играют. Более слаженно. У них лучше все получается. Вот их задумки конкретно. Они, да, тоже ошибаются, но цепляются больше за ошибку соперника и отлично их реализовывают. И вот в этой последней драке я убедился в том, что твои слова о БКБ, они не безосновательны были, потому что в конкретно последней драке Блэкинг Барба ЦК действительно не помешал. Но есть как есть. Первая карта отходит сборной Греции. Стоит напомнить, что вчера греки в четвертьфинале обыграли вторую сборную России, ультиматули, и обыграли ее 2-1. Там тоже все начиналось с победы для греков. Но потом россияне смогли отыграться. Давайте посмотрим, что будет в этой серии. Далеко не расходитесь. Оставайтесь с нами. Через 10 минут мы вернемся. И посмотрим с вами вторую карту этого Беста 3 полуфинала. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok